Все чаще с наступлением весны радуют нас ясные солнечные дни, когда хочется посидеть в парке на лавочке, погреться на солнышке или поехать к речке пожарить шашлыки и подышать свежим воздухом. Однако зачастую такие пикники заканчиваются грудами мусора, которые не только загрязняют, но и наносят серьезный урон окружающей среде. Каждый пакет или одноразовая пластиковая посуда столетиями гниют, оставаясь в земле или загрязняют воду, попадая в водоем и в конечном итоге становятся токсичными для человека и животного мира. Так власти города борются с этой проблемой. Есть какие-нибудь успехи в этом направлении? Что касается загрязнения рек, в 2021 году мы почистили русла рек, протекающих через город. Они были вычищены, жители, которые живут вдоль этих рек, они естественно были предупреждены о том, что бросать мусор в реки нельзя. Более того, районное собрание в конце 2021 года приняло постановление о том введении штрафов за выброс мусора в неположенном месте. В том числе это касается и рек. Там сумма составляет 1000 рублей для физических лиц и 2000 рублей для юридических лиц. По большому счету русла рек, протекающие в городской черте, так сказать, в низовье, в центральной части, люди все-таки не бросают этот мусор в реку. Основная проблема приходит нам по этому самому руслу с верхней части рек, из-за пределов центральной части города. Что касается штрафов, с введения этого постановления нам не удалось собрать ни одного штрафа пока. Мы как бы полагали о том, что сам факт введения штрафных санкций за выброс мусора в неположенном месте, он как-то будет иметь такой воспитательный эффект для населения. Те, кто бросал этот мусор в реку, они прекратят этим заниматься. По большому счету последние года полтора-два, то есть после принятия этого постановления мы не особо наблюдали загрязнение, но уже сейчас, по прошествии такого времени, прошло уже три года с момента принятия этого решения, мы можем наблюдать в центральной части города о том, что появляется мусор. Случаются когда паводки, когда после таяния, после сильных проливных дождей река с берега намывает, вымывает эти наносы и это все несется в город. Все, кто видят, что бросают мусор в реку, они видят это своими глазами, своих соседей, своих знакомых, но неужели нельзя их, это предупредить об этом и сказать им, что нельзя этого делать. Потому что, как только речь зайдет о штрафах, первого, кого мы оштрафуем, будут крики и вопли, почему с меня начали и так далее, и так далее. Но, видимо, придется этим заниматься, потому что другого выхода у нас нет. Протяженность рек, по крайней мере, в городской черте составляет порядка 20 километров с чем-то. Всего там двух рек, они петляют, избиваются, но у нас нет физически таких возможностей всех отлавливать, этих нерадивых товарищей. Тем не менее, в центральной части города идет активная установка камер видеонаблюдения. Но в центральной части города, опять же, у нас не такая большая проблема. Все-таки здесь люди живут культурные, образованные люди, которые следят за порядком, которые являются приверженцами высокой культуры, так скажем. Им этот мусор здесь не нужен. Есть ли бытовой мусор на территории городского парка, где стоит достаточное количество урн, редкость, то прибрежная зона рек сильно загрязнена. И причиной таких стихийных свалок зачастую являются сами жители, которые сбрасывают весь бытовой мусор в реку. Конечно, об этом никто не захотел сказать на камеру, но завидев съемочную группу, одни стали жаловаться на тех, кто бросает в реку мусор, превращая выдаем в настоящую свалку. Другие оправдывают такие действия отсутствием контейнеров. По словам Дмитрия Адлиба, администрация района давно продумывает, как решить эту проблему. С введением штрафов, которые были установлены для нарушителей районным собранием, ситуация изменилась слабо. Приобретение контейнеровозов может улучшить ситуацию значительно, считает первый заместитель главы администрации. У нас есть серьезная проблема, связанная с нехваткой контейнеров. У нас всего на район приходится 47 так называемых больших контейнеров и маленьких 136. У нас, слава богу, сейчас есть два мусоровоза, два автомобиля, которые обслуживают большие контейнеры. Их два. Один, правда, сейчас опять нуждается в ремонте, второй пока еще на ходу. Оба этих мусоровоза, контейнеровоза, они находятся в плачевном состоянии. Они уже, как говорится, амортизированы. Заменить их у нас возможности нет, мы постоянно их ремонтируем. Вот мы в начале года закончили ремонт одних вышедших из строя основных агрегатов, но потом появляется куча разных мелких агрегатов, которые выходят из строя. Так вот, если говорить о цифрах, один автомобиль в состоянии вывести на мусорную свалку максимум 6 контейнеров, то есть за рабочий день. Но рабочий день контейнеровоза начинается с половины восьмого утра и заканчивается в 8 вечера. Это 12-часовой непрерывный рабочий день. Значит, соответственно, два автомобиля в состоянии обслужить в день максимум 12 контейнеров. Максимум 12 контейнеров. Иногда 5, потому что контейнеры находятся в разных точках, далеко друг от друга, в том числе и на военных базах находятся эти контейнеры, мы их обслуживаем, наших пограничников российских, вот, и на границе находятся контейнеры. Самая крайняя точка, вот у нас есть место, 700 метров до контейнера. Да, действительно, это проблема. Это проблема. Ничего страшного, но когда я вижу, слава богу, не в нашем районе, нас здесь ни разу не видел, но когда едет машина вдоль трассы и выбрасывается пакет с мусором, подозреваю, что и у нас такое есть, когда бросают мусор в реку. Едет машина и бросают мусор в реку. Какой смысл ему бросать в реку, когда до контейнера проехать 2 минуты. Ощущается их нехватка, на самом деле, больших контейнеров. Есть несколько улиц, где мы планируем установить большие контейнеры из тех, что мы сейчас ремонтируем. Из тех, что мы сейчас ремонтируем. Приобретение нового контейнера не представляется для нас сейчас возможным, потому что это достаточно дорогостоящие мероприятия. А ремонт старых контейнеров мы проводим. Он тоже не очень дешев, но тем не менее, намного дешевле, чем приобретать новый. Мы этим занимаемся. И по мере восстановления этого парка контейнеров мы будем устанавливать. Какое количество нужно, чтобы хотя бы удовлетворить вот эти запросы гаражам? Около 240. Около 200. Ну да. Нам нужно еще, нам еще нужно примерно 90 контейнеров. Примерно 90 контейнеров плюс-минус нам всю ситуацию решат. Но, давайте опять к цифрам. 136 контейнеров, да, я назвал маленьких контейнеров. У нас их обслуживает, 136, их обслуживает один автомобиль. Газон, на базе газон-некс, да, один автомобиль, который находится тоже в крайне плачевном состоянии. И вот этот один автомобиль в себя может принять груза 5 контейнеров маленьких, 5-6 контейнеров маленьких. Соответственно, он также в день может совершить 5-6 рейсов. При максимальных вот сложениях он в состоянии в день обслужить 40 контейнеров, да? 40 контейнеров. А их 136, маленькие контейнеры, в отличие от больших, нуждаются в уборке ежедневной. И поэтому у нас происходят задержки в уборке этих контейнеров. Если рабочий день большого контейнеровоза начинается в половине восьмого утра и заканчивается к восьми вечера, да, это, ну, не побоюсь этого слова, адский труд, да, от наших работников, то рабочие маленького контейнера, у них рабочий день начинается в семь утра, и если вы поздно ночью задерживаетесь в галле, да, можете наблюдать, что наш контейнеровоз иногда до 11-12 ночи колесит по городу и собирает этот мусор. Нам необходимо срочно приобретение как минимум одного контейнеровоза для маленьких контейнеров. Вот, это как-то спасет нам ситуацию, как бы облегчит. Мы уже фактически полтора года работаем без экскаватора-погрузчика, да, без трактора так называемого. У ГХ полтора года, но это, тоже очень такой сложный момент, но глава администрации в курсе, он этим вопросом напрямую занимается, и вот, если нас обнадеживают в том, что мы в ближайшее время сможем приобрести, там, с помощью правительства, изыскиваются еще средства, и глава администрации прямо этим вопросом занимается. Управление городского хозяйства не может отвечать за культуру и воспитание той части населения, которая не стесняется оставлять мусор, где попало, говорит Дмитрий Атлиба. Ответственность за чистоту прибрежной зоны несут не только органы местной власти, но и сами жители района. Ведь, как говорится в известной фразе, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят.